Приветствую всех, кто начинает новый день с нами. В эфире «Утро Кабардино-Балкария». Окончательно проснуться и настроиться на рабочий день. Вам сегодня помогу я, Мадина Урусова. Вышло в свет издание, вступительное слово к которому написал сам президент России Владимир Путин. Основанное на детских письмах, которые отвечают на один из главных вопросов – с чего начинается родина. Из десятков, а может и из сотен тысяч писем для опубликования был выбран и ответ восьмиклассницы из Кабардино-Балкарии, Осият Батаевой, с моего высокогорного села Безинги начинается родина. Это уникальное издание, тиражом всего 5000 экземпляров, подготовлено авторским коллективом Почта России и при помощи зампредседателя Госдумы Сергея Железняка. В эпоху электронных писем, социальных сетей и СМС-сообщений подрастающее поколение утрачивает навыки письменной речи. Свой вклад в повышение детской грамотности решила внести и Почта России, объявив Всероссийский конкурс на лучшее сочинение. За время его проведения участники создали столько эпистолярных шедевров, что они сформировали целую книгу. «Замечательное и во многом уникальное издание», так ее охарактеризовал Владимир Путин. 14-летняя Осият Батаева рассказала всей России о родном селе Безинги, истории его основания, местоположении на карте и, конечно, о своих земляках, которые прославили родное село. В ближайшее время книга поступит в детские и школьные библиотеки, детские дома, кадетские корпуса и пограничные заставы. А в 37 школах республики тем временем в пилотном режиме отрабатывается Федеральный образовательный госстандарт. Как сообщает пресс-служба Министерства образования КБР, в проекте принимают участие 1532 ученика пятых классов. Реализуется этот проект по поручению профильного министерства и Федерального агентства по образованию. Разработкой новых стандартов, отвечающих современным требованиям, занималась Российская академия образования. Сразу 17 групп, возглавили которые известные ученые страны, составляли программы и формулировали требования к новым принципам обучения. Причем каждая отвечала за конкретное направление работы. Одно из них, к примеру, формирование здоровья сберегающей среды. Механизмы ее создания как раз сейчас и опробируются в школах республики. Молодежная палата при парламенте КБР открыла общественную приемную. По мнению депутатов-дублеров, это должно наладить более тесный контакт с молодежью. Они смогут получить консультации по вопросам социального и правового обеспечения, образования, трудоустройства, а также создания бизнеса. Первый прием состоялся в здании парламента, но остальные, по словам председателя палаты Мусы Джапуева, будут проходить на базе студпрохкомов и советов ведущих вузов республики. Каждый четверг с 14 до 17 часов. Основные направления работы – консультации по правовым и организационным вопросам, развитие молодежного парламентского движения и повышение уровня правовой и политической культуры населения. Консультации будут проводить как члены молодежной палаты, если вопросы в их компетенции, так и квалифицированные специалисты различных министерств и ведомств. Сегодня русский народный хор имени Пятницкого впервые выступит в Кабардино-Балкарии. Концерт в столице республики пройдет в рамках проекта «Нальчик. Культурная столица Северного Кавказа». В прошлом году легендарный творческий коллектив отметил 100-летний юбилей. За свой более чем вековой путь хор имени Пятницкого по праву стали считать символом России. Высокая певческая культура в составе хора 47 вокалистов, лауреатов региональных и всероссийских конкурсов определила непревзойденный художественный уровень исполнения. Такие песни, как «Степь до степи», «Вниз по Волге», «Славное море», «Священный Байкал», «Утес» вошли в золотой музыкальный фонд страны. В репертуаре также авторская песня, песни военных лет и современных композиторов. Концерт в «Нальчике» состоится в Зеленом театре сегодня в 18.30. Пока на этом все. Я передаю слово моим московским коллегам. Ну а мы продолжим через полчаса. Еще раз приветствую всех, кто начинает новый день с нами в эфире «Утро Кабардино-Балкария». В студии Мадина Урусова. Вышло в свет издание, вступительное слово к которому написал сам президент России Владимир Путин. Основанное на детских письмах, которые отвечают на один из главных вопросов. С чего начинается родина? Из десятков, а может и из сотен тысяч писем для опубликования был выбран и ответ восьмиклассницы из Кабардино-Балкарии, осеят Батаевой. С моего высокогорного села Безинги начинается родина. Это уникальное издание тиражом всего 5000 экземпляров подготовлено авторским коллективом Почта России при помощи зампредседателя Госдумы Сергея Железняка. В эпоху электронных писем, социальных сетей и СМС-сообщений подрастающее поколение утрачивает навыки письменной речи. Свой вклад в повышение детской грамотности решила внести и Почта России, объявив всероссийский конкурс на лучшее сочинение. За время его проведения участники создали столько эпистолярных шедевров, что они сформировали целую книгу. Замечательное и во многом уникальное издание. Так ее охарактеризовал Владимир Путин. 14-летняя осеят Батаева рассказала всей России о родном селе Безинги, истории его основания, местоположении на карте и, конечно, о своих земляках, которые прославили родное село. В ближайшее время книга поступит в детские и школьные библиотеки, детские дома, кадетские корпуса и пограничные заставы. А в 37 школах республики тем временем в пилотном режиме отрабатывается федеральный образовательный госстандарт. Как сообщает пресс-служба Министерства образования КБР, в проекте принимают участие 1532 ученика пятых классов. Реализуется этот проект по поручению профильного министерства и федерального агентства по образованию. Разработкой новых стандартов, отвечающих современным требованиям, занималась Российская Академия Образования. Сразу 17 групп, возглавили которые известные ученые страны, составляли программы и формулировали требования к новым принципам обучения. Причем каждая отвечала за конкретное направление работы. Одно из них, к примеру, формирование здоровья сберегающей среды. Механизмы ее создания как раз сейчас и опробируются в школах республики. Молодежная палата при парламенте КБР открыла общественную приемную. По мнению депутатов-дублеров, это должно наладить более тесный контакт с молодежью. Они смогут получить консультации по вопросам социального и правового обеспечения, образования, трудоустройства, а также создания бизнеса. Первый прием состоялся в здании парламента, но остальные, по словам председателя палаты Мусы Джапуева, будут проходить на базе студправкомов и советов ведущих вузов республики. Каждый четверг с 14 до 17 часов. Основные направления работы – консультации по правовым и организационным вопросам, развитию молодежного парламентского движения и повышение уровня правовой и политической культуры населения. Консультации будут проводить как члены молодежной палаты, если вопросы в их компетенции, так и квалифицированные специалисты различных министерств и ведомств. В горах республики станет чище. Журналистов пригласили прибраться на Эльбрусе. Завтра представители СМИ Кабардино-Балкарии примут участие в экологической акции «Субботник на Эльбрусе», сообщает СК-Ньюс со ссылкой на пресс-службу местной администрации Эльбрусского района. Инициатива по очистке склонов Двуглавой горы принадлежит Минмолодежи КБР, Национальному парку при Эльбрусе и Совету местного самоуправления Эльбрусского района. На субботник также приглашены представители молодежных организаций, волонтеры и молодые депутаты. В рамках экологической акции планируется очистить территории возле высокогорных кафе, отелей, баз отдыха и установить там мусорные контейнеры. После уборки пройдет конкурс на самый чистый участок. Победители ждут ценные призы. Что ж, на этом все. Я с вами прощаюсь. Просыпайтесь вместе с нами, и ваш день обязательно будет удачным. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова